С 95-го года в лагере Цветанок отдыхают дети, а спортивного зала нет. Вернее, не было. До недавнего момента на территории оздоровительного центра возвели новое здание. Начали мы в 17-м году, в ноябре месяце практически завод. Завершили строительство спортивного зала, можно так назвать даже комплекса, и еще ряд объектов. Это делается для детишек прежде всего и для сотрудников, которые здесь работают, чтобы действительно они поправляли свое здоровье и в хороших условиях занимались спортом. Строительство здания спортивного зала обошлось в 4,2 миллиона белорусских рублей. Деньги выделили в рамках программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня в стране создана целая система детских реабилитационных центров, их 12 у нас в стране, которая позволяет ежегодно оздоравливать и проводить лечение более 50 тысячам детей. Материально-техническая база учреждений для оздоровления населения укрепляется и развивается. К тому подтверждением открытие нового объекта. Спортивный зал в провинциальном лагере. Казалось, чем может удивить, а объект не только для Брещины, для Беларуси уникальный. В зале – скалодром. Это второй по величине скалодром в Республике Беларусь по высоте. Высота его 10,5 метров. Еще такой же высокий есть в городе Бресте. Этот же скалодром на базе оздоровительного лагеря, наверное, вообще единственный в Республике на сегодняшний день такого масштаба, такой высоты и площади. Помимо этого, на этом скалодроме еще и создана эталонная трасса на скорость. Подступают холодам, а значит, на улице уже не погоняешь футбол. Но теперь там проблема решена. Спортивный зал оборудован всем необходимым. И тренажерным залом, и волейбольной площадкой, и баскетбольной, и скалодромом. Поэтому мы понимаем, что для занятия детей это очень важно и необходимо. И, наконец-то, он этот момент настал. В здании все для тренировочного процесса и соревнований. На первом этаже здесь две раздевалки на 24 человека. Душевые, снарядные со всем необходимым инвентарем. На втором располагаются трибуны, вспомогательные помещения и тренажерный зал, который оборудован в соответствии со всеми требованиями. В корпусе предусмотрена безбарьерная среда. Некоторые ребята отдыхают в Светанке не первый раз. Новшества оценили позитивно. Хотят уже скорее примерить экипировку и попробовать свои силы в скалолазании. Я отдыхаю уже шестой раз, а приехал в классе втором. Нравятся дети хорошие, заезды всегда были отличными. Также воспитатели добрые, отзывчивые, всегда помогают. Очень рад, что построили этот спортивный зал. Потому что, когда ездил зимой, хотелось поиграть в баскетбол и волейбол, но на улице нет возможности такой. Как раз вот с этой спортзалом, я думаю, буду проводить такие мероприятия разные. Объектов для оздоровления и отдыха детей на Брещене немало. Уровень Светанка теперь образцовый. 954 различных учреждения, которые занимаются оздоровлением детей. Это и краткосрочные, и долгосрочные, и в постоянной основе, в летнее время. И в достаточное количество. Проблема немножко в другом. В том, что они не все находятся в таком состоянии, вот как Светанова. Потому что это остались, как вы помните, летние лагеря. Поэтому приходится ежегодно определенные средства вкладывать постоянно для того, чтобы их поддерживать в хорошем состоянии. Кроме нового зала, здесь еще и реконструированная котельная. На этом затратили более полутора миллионов белорусских рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова